Автобусам везде у нас дорога. Преимущество у транспорта больше вместимости. Сергей Морозов обсудил с руководителями профильных ведомств вопрос обновления подвижного состава пассажирского автотранспорта в Ульяновске и Димитровграде. В городе Атомщиков сейчас на линии работает 158 автобусов. В ближайшие три года их количество должно увеличиться еще на 100 единиц. В Ульяновске в этот период времени должно появиться не менее 250 новых автобусов большой вместимости. На остановке улицы Робеспьера транспорт в скором времени может и не остановиться. Выпускники и члены комитета по сохранению памяти Ульяновского высшего военно-технического училища имени Богдана Хмельницкого выступили с инициативой переименовать остановку общественного транспорта на улице Карла Маркса в сквер военно-технического училища. Официальное обращение направлено в адрес начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства администрации города в феврале этого года. Реальная администрация в соцсетях провела опрос, который показал, 77% респондентов из 1100 принявших участие идею поддержали. Вместо разговоров обо всем и ни о чем анонимное анкетирование. Управление образования предлагает школам новый формат родительских собраний, который уже прошел успешную апробацию в 15 и 52 школах. Механизм прост. Для того, чтобы не тратить время на обсуждение второстепенных вопросов, родительская общественность совместно с педагогом сможет сконцентрироваться на действительно важных моментах, которые волнуют большинство. Для этого накануне родительского собрания мама и папа учеников должны пройти анонимное анкетирование, по результатам которого и составится топ наиболее востребованных вопросов.